Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я продолжаю читать полезную информацию из книги Совершенный Код Стива МакКоннелла. Крайне рекомендую ее приобрести. Ну что ж, все как всегда. Загружаемся. Я, что я скажу, я игру эту прошел уже. Без зачитываний. Почему я это сделал? Потому что на самом деле уже там последние квесты было бы очень трудно и читать, и проходить. Там надо было и читать внимательно все, и бегать, и там запутанные. Ну не то, что запутанные, но короче, квесты требовали внимания. Поэтому я это прошел. И как я говорил, когда я пройду, то я просто буду заходить в каждую локацию, всех убивать и переходить в следующую локацию. Соответственно, можно будет продолжать нормально читать книгу. Ну и как бы типа играть. Короче, я прошел игру. Дальше, когда я шел, я встретил, ну типа случайно встречу, и там персонажи были из «Звездных войн», еще какие-то. И каждый персонаж это какой-то такой... То есть к одному я типа подошел, он говорит, я такой-то, я там переводил эту игру на немецкий язык. Ко второму там я такой-то, благодаря мне там какое-то поселение может и не умирать, что-то такое. Типа есть мирное решение и все такое. Дальше мне дали бластер. Мне дали еще лучевой меч. Вот он, как вы видите, зеленый. Я не помню, у какого джедая, у хорошего или у плохого. Синий светится... А, там синий и красный, по-моему, а зеленый какой-то. Хрен его знает. Я «Звездные войны» на самом деле не смотрел, чтобы так полностью. Дальше в Ньюрина сходил. Там в цирквушке один персонаж был. Он мне дал такую книгу. После первого его прочтения все характеристики... Опа, опа, что это еще такое сейчас? Короче, вот здесь тут все на 300% стало. Ну, по максимуму. И каждое чтение этой книжки добавляет 10 тысяч опыта. Я взял ее в руку и клацал, 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 клацал. Только для того, чтобы, знаете, подобавлять еще вот такие вот способности. Способности. Так, какую бы мне выбрать? Это, в принципе, все равно. Тут, на самом деле, он уже настолько прокачанный, этот персонаж, что... Что крепкий хребет, может быть. Грузоподъемность. Это мне тоже особо уже не надо. Говорун, вор. Верткий, может быть. Да нет. Или да. Давайте вверткий. И, как вы видите, я там 54 уровня. Здесь все на 300. Здоровье 999. Класс брони 50. Короче, он прокачанный, он. По полной. Так, и я пришел в... Куда это я пришел? В племя Умбра. Я отсюда начну всех убивать. Сейчас. Я к этому подошел поговорить, потому что здесь, во второй локации, есть пещера, куда меня не пускали. Может, он пустит меня? Так, я слышал... Так. Да-да-да, я находил случайную встречу Звездных Войн. Последний секрет, величайший секрет во всей игре. Это, пока он выдерживает драматическую паузу, он еще раз затягивается из своей трубки. Внезапно трубка выскальзывает из его рук и попадает на его одежду, которая мгновенно загорается. Твою мать. О, блин. Как так-то? Ну, и взять я ничего не могу. Короче, я так понял, здесь еще... Если... Быть, так сказать, усидчивым и еще побегать по всей локации, поговорить со всеми, то... То юморка еще можно здесь встретить всякого. Так, ну да ладно. Пока то да сё. Вот сюда я хотел попасть, но я не знаю, наверное, может сюда вообще невозможно попасть. Вот, потому что я даже сюда подойти не могу. Ладно. Ладно-ладно, продолжим. Начну их всех убивать и пойдем дальше. Так, и закончили в прошлый раз на главе 23 отладка. Ну, и сегодня продолжим эту главу. И сразу вот здесь с такого... С такого, с такого... А, кстати, ладно, давайте я еще договорю. Был я на базе Анклава. Там всех, конечно же, поубивал. Там в конце очень злой босс. Нужно быть прокачанным. Пока я лазил по базе Анклава, вот я нашел Гаусс-винтовку. Довольно-таки очень мощное оружие. Но босса убивать очень сложно. Постоянно надо загружаться. Убивал я его следующим образом. Я стрелял в глаза. Когда... Ну, там по два выстрела можно делать. Когда больше... 20 очков урона за раз. За выстрел. И второй выстрел тоже где-то около 20 очков урона наносишь. Наносишь, то тогда этот босс пропускает ход. Тогда я опять сохранялся и опять шел дальше. Потому что так его убить это... Ну, я даже не знаю. Может быть есть какие-то хитрости. Как его убить. Но я там... Короче. Если что, советую поиграть. Я когда последний раз играл много лет назад. То я быстро эту игру прошел. Только по основным квестам. Но если выполнять все квесты, довольно-таки интересно. И очень разные развязки могут быть. По концовке игре там было много видео разных. Я их не смотрел. Просто проклацывал. Ладно. Все. Меньше разговоров. Давайте продолжим. И продолжим. Так. Сейчас я какое-то оружие возьму. С мечом. Или без меча. Давайте. Так. Батареек нет. Но они в машине. И так. Ладно. Идем. И здесь под глава такая. Советы по поиску причин дефектов. После стабилизации ошибки. И уточнения. Вызывающих ее условий. Поиск ее может быть. Как тривиальным. Так и трудным. Это зависит от того. Насколько хорошо написан код. Если найти. Причину дефекта не удается. Возможно это обусловлено низким качеством кода. Каким бы неприятным ни был такой вывод. Ничего не поделаешь. Это правда. В подобной ситуации вам могут помочь следующие советы. Формулируя гипотезу. Используйте все имеющиеся данные. О. О. Пустили. Используйте все имеющиеся данные. Выдвигая гипотезу об источнике дефекта. Постарайтесь учесть как можно больше данных. Детализируйте тесты, приводящие к ошибкам. Если вы не можете найти источники ошибок, ошибки, попробуйте уточнить уже имеющиеся тесты. Возможно изменение какого-нибудь из параметров в более широком диапазоне или концентрации на одном из параметров позволит сдвинуть отладку с мертвой точки. Проверяйте код при помощи блочных тестов. Как правило в небольших фрагментах кода дефекты искать легче. Используйте для изолированного тестирования фрагментов кода оболочные, блочные тесты, не оболочные, а блочные. Используйте разные инструменты. На рынке имеются многочисленные инструменты, облегчающие отладку. Интерактивные отладчики, строгие компиляторы, инструменты проверки памяти, утилиты проверки синтаксиса и так далее и тому подобное. Правильный инструмент способен сделать трудную работу простой. Стиву вспоминается случай, когда одна неуловимая ошибка заставляла одну часть программы перезаписывать память другой части. Традиционные методики отладки не помогли в поисках ошибки. И программист не мог определить, какой именно фрагмент перезаписывал память. Тогда он установил точку прерывания программы на конкретный адрес памяти. Когда программа выполнила запись по этому адресу, отладчик прерывал ее выполнение и виновный код был обнаружен. Это пример проблемы, которую трудно диагностировать аналитически, но довольно легко с помощью правильного инструмента. Воспроизведите ошибку несколькими способами. Иногда полезную информацию можно получить, выполнив тест, похожий на тесты, приводящие к ошибке, но не идентичный им. Можете рассматривать этот подход как триангулирование дефекта. Воспроизводя дефект несколькими способами, вы точнее определите его источник. Воспроизведение ошибки разными способами помогает диагностировать причину ошибки. Как только вы решили, что причина дефекта ясна, выполните тест, который сам не должен вызвать ошибку. Но напоминает тесты, приводящие к ошибке. Если ошибка при этом все же возникает, значит вы еще не полностью поняли проблему. Причиной ошибки часто становится комбинация факторов. Поэтому попытка диагностировать проблему при помощи только одного теста часто не приводит к обнаружению корня проблемы. Дальше данных для формулирования большего числа гипотез. Выберите тесты, отличающиеся от тестов, результаты которых уже известны. Выполните их, чтобы получить дополнительные данные. И использовать их для выдвижения дополнительных гипотез. Используйте результаты отрицательных тестов. Предположим, что вы выдвинули гипотезу, запустили тест с целью ее подтверждения. Допустим далее, что тест опроверг гипотезу так, что причина ошибки все еще неизвестна. И все же вы узнали нечто полезное. Одно из ваших предположений о причинах дефекта ошибочно. Это сужает область поиска и уменьшает число оставшихся гипотез. Используйте мозговой штурм для построения нескольких гипотез. Не останавливайтесь на первой, пришедшей в голову гипотезе. А попробуйте выдвинуть несколько гипотез. Не анализируйте их сразу. Просто придумайте за несколько минут максимальное число гипотез. Затем рассмотрите их по очереди. И подумайте о тестах, которые могут доказать или опровергнуть. Или их опровергнуть. Это упражнение помогает сдвинуть отладку с мертвой точки. Обусловленной слишком сильной концентрацией на одной линии рассуждения. Составьте список подходов, которые стоит попробовать. Иногда программисты не могут найти ошибку по той причине, что слишком долго следовали по пути, ведущему в тупик. Составьте список подходов, которые стоит попробовать. И если один из них не работает, перейдите к следующему. Сократите подозрительную область кода. Вместо тестирования всей программы, всего класса или метода, протестируйте сначала меньший фрагмент кода. Используйте для нахождения ошибочного фрагмента команды печати запись информации в журнал или трассировку. Есть и более эффективный способ сужения. Так, погоди, это чё такое? Чё? Ёлы-палы, кто-то прилетел и... А, это анклав прилетел и убил всех, я понял. Эх, ну ладно. Значит, я не... Ну, хорошо тогда. Да, это прилетело. Ну, когда я всех поубиваю, я ещё пройду по каждой локации и зачитаю из вики, что... Ну, как бы историю каждой локации. Вот так вот. Так вот, по поводу того, что я читал, да? Есть и более эффективный способ сужения подозрительной области кода. Систематически удаляйте части программы и смотрите, возникает ли ошибка. Если ошибка исчезла, ищите её в удалённой части. Если ошибка по-прежнему возникает, дефектный код всё ещё присутствует в программе. Вместо удаления случайных фрагментов руководствуйтесь принципом «разделяй и властвуй». Используйте алгоритм двоичного поиска. Попробуйте удалить в первый раз примерно половину кода. Определите половину, содержащую дефект, и разделите её снова. Снова определите дефектную половину и снова разделите её пополам. Продолжайте, пока дефект не будет найден. Если программа содержит много небольших методов, можете убирать фрагменты кода, просто комментируя вызовы методов. В противном случае, можете блокировать фрагменты кода при помощи комментариев или директив препроцессора. Работая с отладчиком, удалять фрагменты кода не обязательно. Вместо этого, можно задать точки прерывания. Если отладчик позволяет пропускать вызовы методов, попробуйте найти дефектный код, пропуская выполнение определенных методов, и наблюдая, исчезает ли после этого ошибка. Этот процесс во многом похож на действительное удаление фрагментов программы. С подозрением относитесь к классам и методам, которые содержали дефекты ранее. Классы, которые были дефектными раньше, более подвержены ошибкам. Новые дефекты часто обнаруживаются в классах, с которыми и раньше были связаны проблемы. А не в классах, которые были безошибочны. Проанализируйте подверженные ошибкам классы и методы еще раз. Проверьте код, который был изменен недавно. Если у вас появилась новая непростая ошибка, ее источником может быть как абсолютно новый код, так и измененный старый. Если вы не можете найти дефект, запустите старую версию программы и проверьте, возникает ли ошибка. Если нет, ошибка содержится в новом коде и объясняется взаимодействие с новым кодом. Изучите различия между старой и новой версиями программы. Посмотрите в журнале «Систему управления версиями», какой код был изменен недавно. Если это невозможно, используйте для сравнения старого работоспособного и нового дефектного кода другой инструмент. Расширьте подозрительный фрагмент кода. Сосредоточиться на небольшом фрагменте кода легко. Но это принесет пользу только, если дефект наверняка содержится в этом фрагменте. Если дефект не удается найти в конкретной области кода, рассмотрите вероятность, что его в ней нет. Расширьте подозрительную область кода и проанализируйте ее, применив описанную выше методику двоичного поиска. Выполняйте интеграцию «Инкрементно». Отладка будет легкой, если вы будете добавлять элементы в систему по одному за раз. Если после добавления нового элемента возникла новая ошибка, удалите его и протестируйте отдельно. Проверяйте наличие распространенных дефектов. Размышляя о возможных дефектах, используйте контрольные списки качества кода. Следуя методикам инспекции, вы создадите улучшенные контрольные списки проблем, характерных для вашей среды. Вы также можете использовать контрольные списки, приведенные в этой книге. Все они обычно перечислены после содержания книги. Ну, я их обычно зачитываю. Обсудите проблему с кем-то другим. Некоторые программисты называют это отладочной исповедью. Довольно часто дефект в своем коде можно найти при объяснении его другому человеку. Так, объясняя проблему с неверной сортировкой фамилий, вы могли бы сказать что-нибудь подобное. Привет, Дженнифер. У тебя есть свободная минутка. У меня проблема. Вот этот список сотрудников должен быть отсортирован. Но не сортируется правильно. Так, но некоторые фамилии выводятся в неверном порядке. Однако во второй раз они сортируются правильно. Чтобы узнать, не связана ли проблема с вводом новых фамилий, я добавил несколько новых записей. Но все они были выведены правильно. Я знаю, что список должен быть отсортирован уже при первом запуске программы. Потому что фамилии сортируются дважды. При вводе и при сохранении. Подожди, нет. При вводе они не сортируются. Все верно. При вводе их место в списке определяется лишь приблизительно. Спасибо, Дженнифер. Ты мне очень помогла. Дженнифер не сказала ни слова, но вы нашли решение проблемы. Отдохните от проблем. Иногда чрезмерная концентрация на проблеме мешает думать. Помните, как вы решили сделать перерыв на чашку кофе и нашли решение проблемы на пути к кофейному автомату. Или во время обеда, или во время пути домой. Или принимая душ в следующем утром. Если попробовав все варианты, вы не получили никаких результатов, отдохните. Прогуляйтесь, поработайте над чем-то другим. Возьмите выходной. Пусть проблемой займется ваше подсознание. Дополнительная выгода временного отдыха от проблемы состоит в том, что он снижает связанную с отладкой тревогу. Приступ беспокойства явный признак того, что пора сделать перерыв. Отладка методом грубой силы. При отладке этот способ часто игнорируют. Под методом грубой силы понимается подход, который может оказаться нудным, трудным и длительным. Но непременно приводит к решению проблемы. Какие именно подходы непременно приведут к решению проблемы? Это зависит от ситуации. Но некоторые типичные варианты назвать можно. Сейчас я их назову. Итак, вот эти типичные варианты. Так, 5 сек сейчас я обойду. Я тут всех убил, не всех. Вроде же всех. Да, тут вроде никого нет. Хорошо, сейчас забежим сюда. Тут тоже никого. Пойдем дальше. Итак, варианты. Полный обзор проекта или кода дефектного фрагмента. Следующий вариант. Выбрасывание фрагмента кода и его повторное проектирование или кодирование с нуля. Следующий. Выбрасывание всей программы и ее повторное проектирование и кодирование с нуля. Далее. Компиляция кода с полной отладочной информацией. Дальше. Компиляция кода на самом строгом уровне. Диагностики и исправление всех предупреждений компилятора. Дальше. Блочное тестирование нового кода в изоляции от других фрагментов. Дальше. Создание и выполнение набора автоматизированных тестов. Дальше. Пошаговое выполнение крупного цикла в отладчике вплоть до возникновения ошибки. Дальше. Включение в код команд печати, вывода информации на экран или других команд регистрации данных об ошибке. Дальше. Компиляция кода с использованием другого компилятора. Дальше. Компиляция и выполнение программы в другой среде. Дальше. Компоновка и выполнение программы в другой среде. Дальше. Компоновка кода со специальными библиотеками или выполнение кода в средах, генерирующих предупреждения в подозрительных ситуациях. Дальше. Интеграция нового кода в систему небольшими фрагментами с полным тестированием каждого фрагмента. Ну, эти варианты закончились. Так, идем дальше. Установите лимит времени для быстрой и грязной отладки. Рассматривая тот или иной метод грубой силы, вы вполне можете решить. Я не могу пойти на это, потому что это слишком много работы. И эта работа требует большого времени. Большего времени, чем то, что называю я, ну как отдельный программист, быстрой и грязной отладкой. Мало кому хочется методично анализировать весь код до тех пор, пока дефекту больше негде будет деться. Всегда есть соблазн быстро угадать причину проблемы. Игрок, живущий в каждом из нас, скорее выбрал бы рискованный подход, позволяющий обнаружить дефект за 5 минут, а не надежную методику, непременно приводящую к нахождению дефекта за полчаса. Однако, это рискованное дело. Если 5-минутный подход не работает, вы начинаете упрямиться. Обнаружение дефекта легким способом становится делом принципа. И вы в пустую тратите часы, потом дни, недели, месяцы. Как часто вы тратили 2 часа на отладку, на написание которого уходило только 30 минут? Такое распределение. Времени трудно назвать разумным. И вам следовало бы не отлаживать плохой код, а вообще переписать его. Если вы все же решаете попробовать быстрый способ отладки, ограничьте его применение определенным интервалом времени. По истечению этого срока, смиритесь с тем, что дефект не так прост, как вам казалось сначала. И используйте трудный путь. Так, так, подождите, я тут был, надо идти отсюда. Так вы можете быстро избавляться от простых дефектов, а исправление сложных будет чуть более долгим. Составьте список методий грубой силы. До начала отладки сложной ошибки спросите себя, есть ли какой-нибудь способ, который непременно приведет к решению этой проблемы. Не понял, откуда они взялись. Я же их убил, или не всех убил. Так, есть ли какой-нибудь способ, который непременно приведет к решению этой проблемы. Если при отладке вы зайдете в тупик. То есть нужно себя об этом спросить. Если вы определите хотя бы один такой способ, пусть даже переписывание дефектного кода, вероятность того, что вы пустую потратите лишние часы или дни, уменьшится. Так, и тут у нас подглава такая. Подглава. Синтаксические ошибки. Синтаксические ошибки ждет судьба мамонтов и саблезубых тигров. Диагностические модули компиляторов постоянно улучшаются. И времена, когда поиск неправильно расположенной точки с запятой, иногда занимал несколько часов. То есть эти времена почти ушли. Соблюдение следующих принципов поможет вам ускорить вымирание подобных ошибок. Не полагайтесь на номера строк в сообщениях компилятора. Если компилятор сообщил о загадочной синтаксической ошибке, изучите фрагменты, расположенных прямо перед ошибкой. И сразу после нее. Возможно, компилятор неправильно понял проблему. Или просто включает плохой диагностический модуль. Обнаружил истинный дефект, попробуйте определить, почему компилятор указал не на ту команду. Понимание особенностей компилятора поможет находить дефекты в будущем. Так, что-то я не понял. Тут же еще какая-то локация была. Так, ладно, ладно, идем дальше. Не доверяйте сообщениям компилятора. Компиляторы пытаются сообщить вам точную причину ошибки. Но они сами нередко ошибаются. И чтобы понять смысл их сообщений, иногда приходится читать между строк. Так, при целочисленном делении на ноль компилятор Unix C может вывести сообщение Floating Exception. Исключение при выполнении операции над числом с плавающей точкой. Используя стандарт Template Library STL в C++, можно получить пару сообщений об ошибке. Первое, о действительной ошибке в использовании STL. А второе, Error Message to Long for Print to Print Message Truncated. Сообщение об ошибке сокращено, так как оно слишком велико для печати. Наверное, вы и сами можете привести массу примеров неверных сообщений об ошибках. Не доверяйте второму сообщению компилятор. Ой-ой-ой, вдруг-вдруг-вдруг-вдруг. Одни компиляторы находят множественные ошибки лучше, чем другие. Обнаружив первую ошибку, некоторые компиляторы приходят в такое возбуждение, что выдают десятки бессмысленных сообщений о других ошибках. Другим компиляторам, более рассудительным, тоже нравится находить ошибки, но они воздерживаются от вывода неверных сообщений. Если ваш компилятор сгенерировал ряд сообщений об ошибках, вы и вы не можете быстро найти причину второго или третьего сообщения, не волнуйтесь, исправьте первую ошибку и перекомпилируйте программу. Разделяй и властвуй. Разделение программы на части особенно эффективно при поиске синтаксических ошибок. Если вы столкнулись с неуловимой синтаксической ошибкой, удалите часть кода и перекомпилируйте программу. Ошибка или исчезнет, следовательно она в удаленном коде или снова появится во всей своей красе. В этом случае удалите другую часть программы. Кроме того, вы можете получить другое сообщение об ошибке. Это значит, вы перехитрили компилятор и заставили его сгенерировать более разумное сообщение. Грамотно ищите неверно размещенные комментарии и кавычки. Многие текстовые редакторы для программирования автоматически форматируют комментарии, строковые литералы и другие синтаксические элементы. В более примитивных средах неправильное размещение символов комментария или кавычек может запутать компилятор. Так, дальше начинается новая подглава Устранение дефекта Сложной частью отладки является поиск дефекта. Устранить его легко. Однако, как часто бывает, из-за этой самой легкости устранения одних дефектов создают благоприятные условия для внесения других. По крайней мере, в одном исследовании было обнаружено, что первые варианты исправления дефектов в половине случаев оказывались некорректными. Ну и дальше несколько советов по снижению вероятности ошибок этого рода. Прежде чем браться за решение проблемы, поймите ее. Руководство дьявола по отладке не врет. Нет более эффективного способа усложнить себе жизнь и ухушить качество программы, чем исправление дефектов без настоящего их понимания. Приступайте к устранению проблемы, только разобравшись с ними. не и до конца. Треангулируйте источники ошибки с применением двух видов тестов. Тех, что должны привести к ошибке, и тех, которые должны выполниться безошибочно. Выполняйте тесты, пока не поймете проблему достаточно хорошо, чтобы правильно предсказывать появление ошибки в каждом случае. не ограничивайтесь пониманием проблемы, поймите программу. Если вы понимаете контекст проблемы, у вас больше шансов решить ее полностью, а не частично. Исследование, проведенное с использованием короткой программы, показало, что программисты, стремящиеся полностью понять поведение программы, чаще изменяли ее правильно, чем программисты, концентрировавшиеся на локальном поведении и изучавшие программу только по мере надобности. Так как программа в этом исследовании была небольшой, 280 строк, то Стив МакКоннелл не может утверждать, что вам следует пытаться полностью понять программу из 50 тысяч строк кода перед исправлением дефекта. Но вы должны понять хотя бы код, расположенный по соседству с дефектом. Под соседством понимается не несколько, а несколько сотен строк кода. Подтвердите диагноз проблемы. Перед исправлением дефекта убедитесь, что вы диагностировали проблему правильно. Выполните тесты, которые доказывают вашу гипотезу и опровергают конкурирующие гипотезы. Если вы установили только то, что ошибка может быть результатом одной из нескольких причин, к устранению проблемы приступать рано. Сначала изучите другие причины. Расслабьтесь. Один программист собирался в лыжный поход. Программа была почти готова к выпуску. Ему оставалось исправить только один дефект. Он изменил исходный файл и зарегистрировал его в системе управления версиями. Он не выполнил перекомпиляцию программы и не проверил правильности изменений. А изменения оказались неверными, что привело начальника программы в ярость. Как можно изменять код приложения, готового к выпуску, не проверив его? Что может быть хуже? Разве это не верх некомпетентности? Если такой поступок и не является вершиной некомпетентности, он очень к ней близок. Но это нисколько не сказывается на его распространенности. Решение проблемы в торопях один из самых неэффективных в плане времени подходов. Он подталкивает к необоснованным суждениям неполной диагностики дефектов и внесению неполных исправлений. Принимая желаемое за действительное, вы можете увидеть решение там, где его нет. Давление, часто самовнушенное, склоняет к принятию случайных и непроверенных решений методом проб и ошибок. А вот другой подход. В самом конце разработки операционной системы Microsoft Windows 2000 одному из программистов нужно было исправить последний дефект, после чего уже можно было создать коммерческую версию программы. Он изменил код, проверил исправление и протестировал его на своей локальной сборке. Но сразу регистрировать исправление в системе управления версиями он не стал. Вместо этого он пошел играть в баскетбол. Сказал, я сейчас чувствую слишком большое напряжение и поэтому не могу быть уверен, что рассмотрел все, что следовало. Часок отдохну, а затем вернусь и зарегистрирую код, как только увижу, что мое исправление на самом деле корректно. Отдыхайте, пока правильность решения не станет очевидной. Не поддавайтесь соблазну сэкономить время. Обычно это приводит к обратному результату. Следуя этим советам, вы всегда будете вносить правильное исправление. Так, правильное исправление и руководителю не придется вызывать вас из лыжного отпуска. Сохраняйте первоначальный исходный код. Перед началом исправления дефекта обязательно заархивируйте имеющийся код, чтобы в случае чего к нему можно было вернуться. Имея дело с несколькими изменениями, вы можете забыть, какое из них важно в текущий момент. Сохранение первоначального исходного кода позволит вам хотя бы сравнить старый и новый файлы и определить измененные фрагменты. Устраняйте проблему, а не ее симптомы. Конечно, симптомы также нужно устранять, но главной целью должно быть устранение причин проблемы. До конца не разобравшись в проблеме, кода не исправить. Вы устраните симптомы и сделайте код еще хуже. Изменяйте код только при наличии веских оснований. С устранением только симптомов проблемы тесно связана методика случайного изменения кода до тех пор, пока он не окажется верным. Типичный ход мыслей при этом таков. Похоже, этот цикл содержит дефект. Наверное, это ошибка занижения или завышения на единицу. Так что я просто отниму единицу, уберу единицу и посмотрю, что получится. Ерунда какая-то. Ну-ка, а если прибавить единичку? О, вроде все работает. Думаю, проблема решена. Какой бы популярной ни была методика, эта методика, она неэффективна. Внесение случайных изменений в код похоже на накачивание шин автомобиля при неисправности двигателя. Так вы ничего не узнаете, только впустую потратите время. Изменяя программу случайным образом, вы, по сути, говорите «Не знаю, в чем тут дело, будем надеяться, что это изменение сработает». Не делайте так. Это вуду программирование. Чем сильнее вы измените код, не понимая его, тем более сомнительной станет его корректность. Не вносите в программу изменения, если не уверены в его правильности. Неверные изменения должны вызывать у вас удивление. Они должны вызывать сомнения, пересмотр взглядов и самокритику. Они должны быть редки. Вносите в код по одному изменению за раз. Одиночные изменения и так довольно коварны. При внесении сразу двух изменений дело только осложняется. Они могут привести к новым ошибкам, похожим на первоначальные. В итоге вы попадаете в затруднительное положение. В такое положение. Ну, в затруднительное. Как узнать, имеете ли вы дело со старой ошибкой, только с новой ошибкой, похожей на старую, или сразу с новой и старой. Не осложняйте себе жизнь. И вносите изменения только по одному за раз. Проверяйте исправление. Проверьте программу сами. Попросите сделать это кого-то другого. Или проанализируйте программу вместе. Выполните те же триангуляционные тесты, что и при диагностике проблемы. И проверьте, все ли аспекты устранены. Если решена только часть проблемы, вы об этом узнаете. Проверьте всю программу на предмет того, не привели ли сделанные изменения к побочным эффектам. Самый легкий и эффективный способ обнаружения побочных эффектов это автоматизированное регрессивное тестирование программы. Добавляйте в набор тестов «Блочные тесты». Обнаружив ошибку, на которую вы не смогли указать или точнее на которой не могли указать имеющиеся тесты, добавьте в набор тестов новый тест, позволяющий предотвратить возвращение этой ошибки. Поищите похожие дефекты. Обнаружив один дефект, поищите аналогичные дефекты. Дефекты часто появляются группами. И обращая внимание на типы своих дефектов, вы можете исправлять все дефекты конкретного типа. Поиск похожих дефектов требует глубокого понимания проблемы. Если вы не можете сообразить, как искать похожие дефекты, значит, вы еще не полностью понимаете проблему. «Психологические аспекты отладки». Отладка предъявляет к интеллекту не меньшее требование, чем любые другие этапы разработки программного обеспечения. Самолюбие говорит вам, что ваш код не может содержать дефектов. Даже если вы уже встречали их в нем, выдвигая гипотезы, собирая данные, анализируя гипотезы и методично отказываясь от них, вы должны думать строго, стать немыслимым формалистом и стать немыслимым формалистом. Отлаживая собственный код, вы должны быстро переключаться между гибким творческим мышлением, характерным для проектирования, и жестким критичным мышлением, нужным для отладки. Читая код, стремитесь забыть о том, что он вам уже известен, и увидеть то, что написано на самом деле, а не то, что вы ожидаете увидеть. Встречая в программе элемент нам, что вы видите? Неправильно написанное слово намб или аббревиатуру слова намбер. Скорее всего второе. Это одно из проявлений психологической установки. Вы видите то, что ожидаете увидеть. Так, и тут такая картиночка, типа, что написано тут? Ну и тут написано Paris in the spring. Этот казус уже стал классическим. Люди часто замечают только один артикль Z. Они видят то, что ожидают увидеть. Вот так вот. Ниже описаны другие похожие факты. Студенты, изучающие циклы while, часто считают, что условие цикла оценивается непрерывно. То есть ожидают, что цикл завершится сразу, как только условие станет ложным, а не после проверки условия. Они думают, что цикл while должен соответствовать слову пока в естественном языке. Программист, который не ум... Ну, следующий, да, факт. Это был один факт. Следующий. Программист, который неумышленно использовал переменную и переменную сис-тс-тс-тс и переменную сис-с-тс-тс-тс, думал, что имеет дело с одной переменной. Он не обнаружил проблему, пока программа не была выполнена сотни раз и не была написана книга, содержащая ошибочные результаты. Так, следующий факт. Программисты, сталкивающиеся с кодом, ну, сейчас я его зачитаю. Что это за код? If x меньше y, то swap равно x. Дальше x равно y, а y равно swap. Так вот, иногда воспринимают его как if ну, то же самое, там x меньше y, но фишка в том, что в этом куске кода не было фигурных скобок. Так, так вот, так вот, так вот, этот код, что я зачитал, там просто не было фигурных скобок. Соответственно, выполнялась только одна строка кода, а программисты считают, что будут выполняться все три строки. Так вот, люди ожидают, что новый феномен будет напоминать аналогичные феномены, введенные ими ранее. Они ожидают, что новая управляющая структура будет работать так же, как и старая структура, что оператору языка while программирования будет соответствовать слову пока, а имена переменных будут такими же, какими были раньше. вы видите то, что ожидаете увидеть, и поэтому не замечаете отличия, такие, как неправильно написанные слова, структуру, неправильное написанное слово, структура, структура, ну, в предыдущем примере, блин, а в каком примере? Ладно. Так, какое отношение психологическая установка имеет к отладке? Во-первых, она подчеркивает важность грамотных методик программирования. Разумное форматирование и комментирование, удачные имена переменных методов и другие элементы стиля программирования позволяют структурировать фоновые условия программирования так, чтобы вероятные дефекты четко выделялись на общем фоне. Во-вторых, психологическая установка влияет на выбор частей программы, изучаемых при обнаружении ошибок. Исследования показали, что программисты, отлаживающие код максимально эффективно, во время отладки мысленно отделяют нерелевантные фрагменты программы. Это позволяет им сужать область поиска и находить дефекты быстрее. Однако, при этом можно по ошибке отложить в сторону часть программы, содержащую дефект. В результате вы будете искать дефект в правильном фрагменте кода, игнорируя фрагмент, который на самом деле содержит дефект. Вы пойдете по неверному пути и должны будете вернуться к перекрестку. Психологическую дистанцию можно определить как легкость различия двух элементов. Если дать кому-нибудь длинный список слов и сказать, что все они имеют отношение к уткам, человек с легкостью может перепутать слова куик и куак, потому что они кажутся похожими. Психологическая дистанция между ними мала. Гораздо труднее перепутать тувак и куак, хотя они тоже различаются только одной буквой. Слово тувак похоже на куак меньше, похоже на куак меньше, чем куэк, потому что первая буква слово сильнее бросается в глаза, чем буква в середине. Приступая к отладке, будьте готовы к проблемам, обусловленным недостаточной психологической дистанции между похожими именами переменных и методом. Выбирайте во время конструирования имена ясно отличающиеся от других имен. И вы забудете об этих проблемах. Ну и на сегодня все. В следующий раз продолжим эту главу отладка и там продолжим с подглавы инструменты отладки очевидны и не очень. Поэтому на сегодня всем спасибо за внимание. подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки, ну и все такое. Всем пока.